В прошлый раз мы разбирались с тем, как настраивать капс, добавлять в него принтер, и сейчас разберемся, как этими принтерами управлять. Тема эта все та же, 184, разбираемся с челюдями и заданиями. Задача у нас осталась неизменной, слайдик у нас будет с вами один. Значит, для начала нам нужно разобраться с тем, что у нас есть очередь заданий, которая лежит у нас на компьютере в папке vars.pull.caps. Перед варом, конечно, надо было поставить еще один слэш, потому что это корневая папка, но имейте в виду то, что я как-то затупил и не поставил. Значит, у нас есть с вами lpd, мы говорили о нем в прошлый раз, это демон печати. Который использует одноименный протокол, иногда его называют lpr, поэтому пишут lpd.lpr. Это очень древний протокол, был создан в 70-х годах для печати на строчных принтерах. То есть он существует в Unix вообще испокон времен, то есть он существует в Unix давным-давно. Отличие от Windows в том, что он оперервирует понятием не принтер, а понятием очереди. Нам это все знать не нужно, нам нужно знать, что те команды, которыми управлялась печать в 70-х годах, они остались неизменными и сейчас. То есть у нас есть так называемые lpr-совместимые команды, которые lpi, наш институт, просит нас знать. Команды эти у вас на картинке, мы сейчас их все попробуем на Ubuntu, то есть здесь у нас есть управление, поиск, задание печати, послать на печать, удалить печать, управление печатью вообще, перенос задания печати. Это все будем смотреть. Из-под темы устранения неполадок у них еще парочку команд, которые мы должны знать. Это команды капса. Значит, тут можно слегка запутаться, но на практике вы как пощелкаете, вы сразу поймете. Повторяю, обязательно все делайте на практике на виртуальных машинах, на реальных, иначе в голове не закрепится. Так вот, капс accept и капс reject. Они включают и выключают очередь. То есть принтер просто или перестает печатать, или печатает. При этом он или отказывается вообще принимать задания на печать, или он их принимает. А капс enable и капс disable это именно включение и выключение печати. То есть очередь остается активной, вы можете посылать документы на печать, они просто будут храниться в очереди. И как только принтер будет задействован, они будут напечатаны. Капс accept и капс reject это именно возможность приема и неприема документов в очередь. То есть он в принципе откажется принимать документы в очередь, если будет состояние reject. То есть отказывать. На слайде все это запомнить тяжело, поэтому мы сейчас включаем нашу реальную бунту и смотрим на ней. На бунте все осталось с прошлого раза в неизменном виде, разве что я зашел в наши принтеры и немножко их переименовал, потому что нам придется к ним обращаться. То есть я сохранил название принтера HP DHP и Samsung, да просто Samsung. У нас, если помните, там было все это подлиннее. Значит, какие команды у нас здесь есть? Первая команда LPQuery, я так понимаю, это запрос, что у нас вообще происходит. Если укажем с ключом минус A, покажет по всем принтерам. Нет записей. Если просто LPQ, то он нам скажет информацию по принтеру по умолчанию. По умолчанию у нас, видите, используется PDF. Поэтому он нам покажет информацию только о нем. Можно смотреть информацию конкретно по принтеру. Тут важный ключ минус P. Минус P слит на имя принтера. Samsung. Мы все время будем к этому минус P обращаться здесь. Samsung готов, записи нет. То есть вы вот так вот можете смотреть состояние очередей принтера, что может быть удобно. Точно так же по принтеру, который я назвал HP. Тут получается странное сочетание PHP, но это имейте ввиду принтер HP. Мы можем с вами послать какой-нибудь документ намечать. Например, LPR. Давайте посмотрим, что у меня тут. Я по-моему, LS-L. Вот у меня есть Pushkin.txt. Его и напечатаем на принтер. LPR. Указываем минус P имя принтера. Давайте PDF у нас по умолчанию. Пусть его используют. И наш файлик Pushkin.txt. Прекрасно говорит, готово. Мы можем даже в этом убедиться, если мы сейчас зайдем в нашу домашнюю папку. У меня появилась папочка PDF. В этой папочке PDF у меня появился вот документ. Можем послать этот документ на печать на другие принтеры. Например, то же самое на принтеры HP. У нас все равно эти принтеры реально не подключены. Вот раза три пошлем. Пусть вот там он висит. И теперь мы можем посмотреть снова очередь печати. И увидим то, что в очереди печати у меня вот есть уже задания 24, 25, 26. То есть, видите, мы все равно на каком принтере на задание, он все равно их нумерует по очереди. 24, 25, 26. И там висят мои вот эти вот задания. По идее, мы с вами должны их увидеть сейчас в папке var spool caps. И вот у нас здесь висят какие-то задания очереди. Нужно сказать то, что в очереди заданий висят задания до момента их посылки на печать. Я здесь очень много экспериментировал с этими принтерами, которых у меня нет на самом деле. И поэтому у меня вот этот вот кэш очередей переполнен. Вот так, нормальненько здесь задание. Как только у нас документ уходит на печать, у нас вот эта вот очередь задач вот в этой папочке var spool caps она очищается. То есть, в ней задания хранятся до тех пор, пока они не будут напечатаны. То есть, если вдруг у вас кончилась бумага или там принтер выдернули из сети, ничего страшного. Задание остается в очереди. Как только принтер включится, он все допечатает. Давайте поудаляем теперь задание. Вот у меня есть задание 24. Мы можем удалить конкретные задания печати. Для этого используется команда lprm и номер задания, например, 24. Удалил номер задания 24. Смотрю, снова lpq-a осталось 25, 26. Можем удалить вообще все задания, например, из очереди принтера hp. Minus p, очередь hp и slash. Slash это удалить все. Снова проверяем lpq-a. Очередь у нас очистилась. Нужно сказать, что я это все делаю без команды superuser.du, потому что я единственный сейчас пользователь, который посылает что-то на печать. Если вы захотите сбрасывать задания из очереди других пользователей, вам, само собой, нужны права superuser, чтобы этим заниматься. Ну, то есть, вот такие простенькие команды по запросу состояния принтера, по удалению заданий и по печати. С ключом минус p мы можем указывать конкретный принтер. Если мы этот ключ не указываем, у нас все происходит для принтера по умолчанию. Теперь траблшутинг. Устранение неполадок. Оно так себе в этой теме lp и рассматривается, потому что я должен сказать вам, по печати это вообще глобальная задача. С печатью в Linux и в Unix очень много вопросов. Вы, конечно, можете мне писать их к этому видео, но я сомневаюсь, что мы так сходу с этим всем разберемся. Там слишком много нюансов. А в этой теме lp и нас просят только ознакомиться с системой печатью CAPS, то есть выполнить такие базовые действия. Значит, lpc. По lpc вообще есть хороший мануал, но там, не скажу я, что очень много команд. То есть, это команда управления линейным принтером. И у нас здесь можно посмотреть, какие есть команды. Мы с вами будем смотреть сейчас команду статус. То есть, в принципе, нам особенно здесь ничего не нужно. То есть, lpc, статус, all. Посмотри состояние всех принтеров. Видите, даже несмотря на то, что у меня принтер PDF, это как бы виртуальный принтер, и он у меня включен. А принтер HP и Samsung, это по идее реальные принтеры, которые отключены. Вы вот здесь вот разницы никакой не увидите. То есть, он не видит этих реальных принтеров, и ошибок мы тоже не видим. Но мы видим то, что у каждого из этих принтеров есть очередь, она включена. И есть печать, она включена. И это то, чем мы сейчас будем управлять. Например, мы скажем, для этого нужны уже права суперпользователя, superuser do, caps reject. То есть, перестань принимать задания на принтер PDF. И мы, если сейчас с вами посмотрим на наши принтеры, мы увидим то, что принтер такой стал серенький немножечко. То есть, он сейчас, грубо говоря, отключен. Он не может принимать никакие задания. И если мы сейчас ему скажем, где мы там печатали нашего Пушкина на PDF, то он скажет то, что принтер PDF не принимает задания. И если мы теперь снова скажем, caps accept, то есть, принимай задание. И снова пошлем на печать нашего Пушкина, то все нормально, печать произойдет. Давайте почистим, наверное, вот эту папочку с Пушкиным PDF. Кто у нас одно и то же не хочет печататься туда. И теперь поработаем с enable и disable. То есть, вы видели, это просто отказ от печати и печать. Теперь мы будем просто останавливать, приостанавливать печать. То есть, очередь заданий будет копиться, но печати фактически не будет происходить. Для этого у нас есть команда caps disable. Caps disable. Можем даже указать причину, reason. Скажем, out of paper. Нет у нас бумаги. Out of paper PDF. Опять я букву S пропустил. Что-то у меня с клаватуры, видимо. Out of paper PDF. И теперь, если мы пошлем Пушкина на печать, то у нас фактически задание на печать ушло. Мы можем с вами посмотреть в принтере. Принтер PDF как бы включен, все нормально, он никакой не серенький. Но при этом в нашей домашней папке еще папка PDF пока не появилась, потому что он еще пока не печатает. А если мы будем с вами печатать через какой-нибудь реальный графический интерфейс, например, вот отсюда через браузер, видите, здесь видно то, что принтер стоит у нас на паузе такой. И здесь причина. Out of paper. То есть нет бумаги. Через графический интерфейс пользователь будет видеть эти команды и будет видеть паузу, будет видеть то, что принтер выключен и так далее. Мы с вами в основном в командную строку смотрим. И теперь, если я возьму и снова включу, то есть вместо disable сделаю enable. Reason здесь мне уже никакая не нужна. Caps enable PDF. У нас сразу все задания, которые находились в очереди, будут перекинуты на этот принтер. Поэтому у меня сразу здесь появляется папка PDF, и сразу документ становится напечатанным. Теперь немножечко по управлению очередями. Давайте напечатаем того же самого Пушкина, но чтобы он сразу не напечатался у нас, пошлем его на принтер, например, HP. И теперь, если мы с вами посмотрим очередь принтера HP, мы увидим то, что там есть задание номер 29, и оно активно. Допустим, у нас что-то произошло с этим принтером, у нас в нем стоит гигантская очередь перечать, он там заживал бумагу и так далее, люди ждут, люди хотят печатать. И мы хотим перекинуть задание с этого принтера на какой-то другой. Мы можем указать перенос конкретного задания, например, мы можем сказать lpmove, для этого есть команда. Перенеси задание, в данном случае 29, на принтер. Тут уже P указывать не нужно для команды этой. Samsung. И теперь, если мы посмотрим очередь принтера PHP, в ней ничего нету, а если мы посмотрим очередь принтера Samsung, мы увидим то, что задание перекинулось туда. Давайте мы еще этому принтеру Samsung понакидаем задание с тем же самым Пушкиным. Посмотрим очередь принтера Samsung, вот сколько заданий. Допустим, мы хотим не какое-то одно задание, а все задания перекинуть. Опять же, есть команда lpmove. Указываем, с какого принтера кидаем. Принтер Samsung. На какой принтер кидаем? HP. И они все перейдут нас на HP. То есть, если мы посмотрим с вами команды lpq-o, он покажет то, что да, задания активны. Если мы с вами посмотрим очередь, куда мы там перекидывали принтера Samsung, все задания пришли к нему. То есть, мы Samsung перекинули на HP, и вот они все оказались на принтере HP. Ну и давайте, чтобы не оставлять в таком состоянии, скажем, lp-rm. Принтер. Какой у меня там? HP. Удали все. Итак, что мы с вами выяснили? Есть команды управления принтерами, которые достались нам в наследство еще от старого Linux. Unix, то есть, которые позволяют нам управлять очередянными заданиями, посылать на печать, удалять из печати, смотреть статус принтеров. Есть команды, которые позволяют перекидывать задания с одного принтера на другой. И есть четыре специфичные для капса команды, которые умеют с вами у нас приостанавливать печать и запускать печать, и вообще отключать принтер и включать принтер обратно. Это все, что нам нужно знать в пределах данной темы по LPI, хотя по принтерам еще полным-полно чего узнавать, но для данного экзамена, для данной темы этого достаточно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!